Разнообразие животного мира нашей планеты поистине поражает воображение. Некоторые из представителей фауны совсем крохотные, а другие своими габаритами приводят в трепет. Животные гиганты обитают на суше, в океане и даже в телах других зверей нашей планеты. Они не похожи друг на друга, и каждый из них удивителен и таинственен, как любое совершенное творение природы. Один из наиболее интересных параметров – это длина. Кто же является здесь абсолютным рекордсменом? Пришло время разобраться. На связи Лайтовый канал, и сегодня мы представляем топ-10 самых длинных животных в мире. Поехали! Десятое место – анаконда, 5,2 метра. Не напрасно эту огромную рептилию называют гигантской. Эта змея имеет очень устрашающий вид, выделяясь среди большинства своих сородичей в первую очередь огромными габаритами. Самая большая анаконда достигает в длину около 5,2 метров при массе тела в 97 килограмм. Интересно, что в 1944 году геологи, ищущие месторождение нефти в тропических лесах Колумбии, совершенно случайно нашли анаконду, величина тела которой достигала 11 метров и 43 сантиметров. Однако неоспоримых подтверждений этому событию не было представлено, и с тех пор до настоящего времени никому еще не удавалось запечатлеть змею таких крупных габаритов. Девятое место – жираф, 5,8 метра. Жираф – очень узнаваемое животное из отряда парнокопытных и самое высокое наземное млекопитающее в мире. А по массе тела он занимает четвертое место, уступив слону, бегемоту и носорогу. Величина тела крупных самцов может достигать 5 метров 80 сантиметров, а женских особей – 5 метров. Восьмое место – нематода плацентонема гигантиссима, 8,5 метров. Нематода плацентонема гигантиссима – это вид гигантских круглых гельмитов. Женские особи достигают в длину до 8,5 метров. Данный вид червей очень часто находят в плаценте самок-кошелотов. Впервые этот вид паразитов был найден в районе Курильских островов и подробно описан в 1951 году. Особи мужского полонематоды несколько уступают в длине самкам, их средняя длина до 4 метров. Ширина нематоды – от 15 до 25 миллиметров. Седьмое место – антарктический гигантский кальмар, 10 метров. Это один из самых часто встречающихся и самых больших видов кальмаров, которые обитают в антарктических широтах. Максимальная длина этого животного составляет не менее 10 метров, а иногда даже 13-14 метров. Довольно интересной особенностью антарктических гигантских кальмаров является наличие в их организме особого химического соединения – хлористого аммония, который способен снижать удельный вес тела и придавать кальмарам нейтральную плавучесть. Такая особенность отличает их от мелких кальмаров, имеющих отрицательную плавучесть и вынужденных постоянно использовать слишком энергозатратный биологический алгоритм реактивной струи, исходящий из воронки. Шестое место – гигантская акула, 12 метров. Самая большая зарегистрированная учеными величина тела гигантской акулы составляет 12 метров. Масса гигантской акулы может достигать 4 тонн. Представители данного вида величиной тела менее 3 метров в природе встречаются достаточно редко. Пятое место – китовая акула, 18 метров. Китовая акула – крупный представитель семейства ринкодонтовых. Это самая большая из известных в наше время акул и современных рыб. Самая крупная особь, известная исследователям, достигала в длину около 18 метров. Китовую акулу можно увидеть в теплых зонах тропических широт по всей поверхности Мирового океана. Кроме того, в некоторых регионах своего ареала эта акула имеет большую численность, чем в других. Четвертое место – кашалот, 25 метров. Кашалот – это один из самых крупных хищников на Земле. В ротовой полости у этих животных имеется множество очень острых зубов. Кашалоты могут иметь длину тела до 25 метров. Масса их превышает несколько десятков тонн. Кстати, в доисторические времена кашалоты имели еще большие размеры, однако в ходе эволюции эти хищники стали значительно меньше. Третье место – синий кит, 33 метра. Это животное известно так же, как синий полосатик. Он является самым крупным китом, самым большим млекопитающим на сегодняшний день. Его средняя длина составляет примерно 33 метра, а вес может превосходить 150 тонн. С начала прошлого столетия численность популяции синего кита стала стремительно снижаться из-за варварского рыболовного промысла. Прежде всего, охотников за синими китами интересовал сам невероятный размер этого млекопитающего. От одного такого кита можно было получить гораздо больше полезного сырья, чем от других представителей китообразных. Из-за этого к 60-м годам синий полосатик оказался на грани практически полного истребления. Тогда в живых оставалось около 5000 особей. Второе место – медуза-грива-льва, 37 метров. Самую большую известную науке волосистую медузу, которую называют гривой-льва, прибила на берег Массачусетского залива в 1870 году. Величина ее тела равнялась 2 метрам, а длина щупальца – 37 метрам, что превосходит величину туловища синих китов. Эта медуза является самым крупным видом медуз. Своё оригинальное название она получила благодаря множеству запутанных щупальцев, которые внешне имеют выразительное сходство с львиной гривой. Многие жители морских глубин, к примеру, креветки и планктон, могут жить в ее волосистой части, чем обеспечивают себе защиту от внешних угроз и регулярное питание. Первое место – ленточный червь, 55 метров. Этот огромный по своей длине червь-паразит обитает в кишечниках серых китов и кошелотов. Другое название ленточных червей – цепни. Один такой представитель фауны, извлеченный из кишки кошелота, имел величину тела 30 метров, то есть был длиннее своего собственного хозяина. Самым длинным представителем этого вида является так называемый линиус лангиссимус. Выброшенный в 1864 году к берегам Шотландии червь своим телом простирался на расстояние 55 метров, при этом имел диаметр 1 сантиметр. Что ж, ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok